Соревнование для настоящих мужчин в спорткомплексе «Лидер» прошло первенство Южного федерального округа по боксу. В финальных боях команду Краснодарского края представляли 9 спортсменов, в числе которых были и славянцы. Кому же удалось одержать победу в этих престижных соревнованиях, смотрите в следующем материале выпуска. Первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет и юношей 15-16 лет проходило в течение недели. За пьедестал почета приехали побороться около 250 спортсменов. Финальные бои за звание победителя состоялись в минувшую субботу. По итогам всех дней соревнований в копилке славянских боксеров три медали – два золота и бронза. Одним из первых награду высшего достоинства весовой категории 50 килограммов завоевал Григорий Казюберда, воспитанник славянской спортивной школы «Триумф». Провел три боя, во всех одержал победу. Было довольно интересно поучаствовать. Рад, что выиграл. Спасибо своим тренерам. Много в меня вложили, но будем дальше стараться, чтобы выиграть Россию и дальше. Нелегко досталась победа исламенцу Сияду Гашимову. Все соперники были очень сильными. Финальный бой за золото дался очень тяжело. Противник не собирался отступать. Боевой настрой, полная концентрация и подсказанная тренером тактика помогли одержать долгожданную победу. Боксом Сияд Гашимов занимается уже 9 лет. В его копилке достижений немало побед. И золотая медаль первенства Южного федерального округа откроет новые возможности для развития. Победители первенства примут участие в спартакеаде России. Тренируюсь у Александра Владимировича Водопьянова и Ковалева Геннадия Геннадьевича. Весовая категория у меня 57. Три боя провел. Три тяжелых боя. Всем спасибо соперникам. Рад, что победил. Готовились. Нормально все. На финал первенства поддержать ребят приехал неоднократный победитель чемпионата России, первенства Европы, участник Олимпийских игр в Пекине. А сейчас руководитель регионального центра спортивной подготовки по боксу Краснодарского края Сергей Водопьянов, который свою спортивную карьеру начинал именно в нашем городе. Он отметил высокий уровень выступающих спортсменов, в том числе и славянских. У Славянска на Кубани очень сильная школа бокса и она всегда занимает лидирующие позиции и на первенстве Краснодарского края, и соответственно на ЮФО и на первенствах страны. Славянска на Кубани это такая выгодная площадка, где все отлажено от А до Я. Поэтому нам приятно здесь проводить, здесь руководство очень хорошо относится к спорту, к таким масштабным мероприятиям. А что касаемо спортсменов, Южный федеральный округ всегда осваивался хорошими боксерами и лидирующие позиции занимает на всероссийских соревнованиях. Поэтому мы сейчас здесь видим и наблюдаем за хорошими спортсменами, которые в будущем будут проявлять себя на самом высоком уровне. В финальный день соревнований было проведено 13 боев, по итогам которых были определены победители первенства Южного федерального округа.